Друзья, инвестор-легенда Сет Кларман предупредил о наличии на рынке пузыря всего. Ключевые финансовые центробанки мира намерены продолжать ужесточение монетарной политики. И на этом фоне инвесторы продолжают включать режим лазерных глаз и толкать рынок вверх, как будто мы находимся на самом обычном бычьем рынке. Что происходит с акциями, стоит ли бояться кризиса и как это скажется на цене криптовалют? Давайте разбираться. Кто такой Сет Кларман и стоит ли нам всерьез воспринимать его предупреждение? Это легендарный инвестор, который представляет старую школу стоимостного инвестирования, концепцию которой сформировал Бенджамин Грэм. Он пользуется уважением самого Уоррена Бэффета и является генеральным директором хедж-фонда Baupost Group с момента его основания в 1982 году и по сегодняшний день. По различным оценкам, его фонд управляет активами от 22 до 30 миллиардов долларов. В профессиональных кругах известен под псевдонимом Оракул из Бостона. В своем последнем интервью на днях каналу CNBC он поделился своим мнением по финансовым рынкам. И вот оно. Мы были в пузыре всего, я думаю. Во все вложено много денег и этому способствовали низкие процентные ставки. Во время этого пузыря у вас были спекуляции на самых разных вещах. От криптовалют до акций, мемов и спак. То есть под пузырем всего Кларман подразумевает все рынки вместе. И действительно, в 2020 и 2021 годах на фоне коронакризиса и нулевых ставок было напечатано порядка 4 триллионов долларов. И это только в США. А ставки ФРС, Европейского центрального банка и остальных ключевых финансовых регуляторов находились на нулевом уровне. Как результат, мы получили ошеломительный бычий рынок в 2021 году. Вот только по мнению Клармана в 2022 этот пузырь так и не был сдут. Мы банально упали слишком мало. Мы можем оценить это с помощью вот этого графика. Согласно этим данным, ключевой фондовый индекс S&P500 еще никогда не был настолько перекупленным. Ситуация хуже была только в 1999 году перед лопанием пузыря доткомов. Даже в коронакризисный 2020 год этот индикатор показывал меньшее значение, чем сейчас. И это с учетом падения индекса в прошлом году более чем на 20%. Что интересно, концепция стоимостного инвестирования подразумевает использование любого кризиса для покупки хороших активов по низкой цене. И именно этот принцип лежит в основе работы хедж-фонда Baupost Group. Они уже обратили внимание на коммерческую недвижимость в США, рынок которой сейчас находится в ужасном состоянии. Об этом говорил даже лично Илон Маск. И также, согласно этому принципу, они купили облигации криптовалютной биржи Coinbase. Той самой, которой шьет дело глава SEC Гэри Гэнслер. А ее акции за все время показывают падение на 78%. Если вы активно торгуете на криптобирже, то следующая информация может вас заинтересовать. После чего мы продолжим. Скоро запуск токена криптобиржи Femex, которая неоднократно входила в топ-10 деривативных бирж на CoinMarketCap. Первичное распределение токена PT пройдет через премайнинг, на который выделено 10% от эмиссии в 1 миллиард. Ожидаемая цена токена после сейла 1 USDT. А потенциал роста оценивают в 1000%. Уже 6 июля доступ к премайнингу откроют всем желающим. В данный момент за каждую 1000 USDT торгового объема вы получаете 1 XPT. Сложность премайнинга повышается со временем. После IEO их можно обменять на токен PT. А пока есть возможность попасть на премайнинг раньше остальных и забрать больше XPT, приняв участие в конкурсе от Coinpost, который продлится до 5 июля. Пять участников с наибольшим торговым объемом получат так называемый пропуск. Femex Soul Pass и 100 XPT. Условия простые. Регистрируйтесь по ссылке в описании, проходите KYC и торгуете на Femex. Победителей объявят в их телеграм-чате. Ссылки под видео. Если мы берем во внимание мнение Сета Клармана насчет пузыря на рынке, то стоит задуматься, что может привести к его схлопыванию. И причина номер один – это рецессия, которая будет носить общий мировой характер. Весь позитив как на фондовом, так и на криптовалютном рынке с начала этого года связан с отказом ФРС от повышения ставки и надеждой на будущее смягчение монетарной политики. Прямо сейчас, когда я работаю над видео, биткоин пытается еще раз пробить уровень сопротивления в 31 тысячу долларов. И давайте поддержим его лайком. Но вот только сами ФРС не спешат баловать инвесторов своей добротой и будут и дальше поднимать ставки в этом году. Об этом уже неоднократно заявлял глава ФРС Джером Павел, и на этой неделе он сделал это еще раз. «Это займет некоторое время. Инфляция оказалась более устойчивой, чем мы ожидали, а не менее. Конечно, если наступит тот день, когда все изменится, это будет здорово, но мы этого не ожидаем. И нужно сказать, что рынок ему верит. Вероятность того, что на заседании 26 июля ФРС вернется к повышению ставок, находится на уровне 86%. И, как вы помните, этот индикатор почти никогда не ошибается. Главное подтверждение будущего ужесточения монетарной политики может быть получено 12 июля, когда будут опубликованы данные по инфляции в США. Можете морально настраиваться на высокую волатильность в этот день в акциях и криптовалюте. Сделал это заявление Павел на саммите Европейского центрального банка в Нидерландах. Кроме него, на этом мероприятии, конечно же, была Кристин Лагард, глава ЕЦБ, и вот что она говорит об инфляции. «Нам еще есть над чем работать. Мы не видим достаточного количества реальных доказательств того, что базовая инфляция, особенно внутренние цены, стабилизируются и снижаются. При этом она подтвердила информацию о скорой рецессии в Европе, и она не опровергла ее». А я вам покажу сейчас еще один график, который указывает на вероятность рецессии в Европе в течение следующих 12 месяцев с шансом 90%. А еще приведу прогноз банка HSBC, который ждет рецессию в США в конце 2023 года, а в Европе она начнется в следующем году. Насчет США они дают такой прогноз, потому что в стране из-за высоких ставок и текущей политики ФРС наблюдается рекордный уровень банкротств. На сегодня он сопоставим с кризисом 2008 года, а также с паникой и схлопыванием компании в 2020 году. Но при сохранении текущей динамики именно 2023 год может стать новым рекордсменом по банкротствам. И также можем вспомнить прогноза Deutsche Bank, который ожидает рецессию в США с шансом 100% и говорит, что если Павел сможет обеспечить экономике мягкую посадку, тогда это будет исторически беспрецедентный случай. Друзья, я не даю финансовых советов и не хочу никого из вас напугать. Буквально в процессе этого видео мы говорили, как биткоин штурмует 31 тысячу долларов. И вот уже цена снова опустилась ниже данного уровня. Я не могу знать, где будет рынок в момент, когда видео будет смонтировано и вы увидите его на YouTube. Но зато я могу держать вас в курсе ключевых событий в режиме 24 на 7 с помощью канала CoinPost в Telegram. Подписаться можно по ссылке в закрепленном комментарии. А еще мы вместе с вами можем быть как Сет Кларман и использовать финансовые кризисы в качестве возможности. Пока многие говорят о том, что мировая рецессия будет. И в таком случае акции из S&P 500, биткоин и альткоины и даже золото в моменте покажут очень резкое снижение. Но уже после нее ФРС, ЕЦБ, Банк Англии и остальные получат достаточно оснований для того, чтобы перейти к мягкой монетарной политике и снова включить печатные станки на полную. А вы и без меня отлично знаете, что бывает в таком случае. Спасибо за просмотр. Ваш CoinPost. Субтитры сделал DimaTorzok